хотелось бы поговорить про обратную связь и про сложных студентов сложных и проблемных в том смысле что они не слышат обратную связь которую им предоставляют преподаватели соответственно временами проблемы не с языком точнее проблемы с языком обусловлены совсем не лингвистическими причинами человек проваливает к примеру международный экзамен хотя вроде неплохо зная язык и формально прошел курс подготовки то есть натаскивание на формат но не натаскался я бы сказал ну как-то из-за собственной вредности вредности данном смысле скорее в кавычках конечно есть такая целая группа целый такой сегмент студентов которые пассивно агрессивно отбрыкиваются от обратной связи продолжают наступать на одни и те же грабли не совершают явного прогресса и заслуженно проваливают недешевый тест и тогда только до некоторых из них доходит что нужно слушать преподавателя я не знаю откуда это берется обычно недуг поражает в целом весьма толковых интеллектуально одаренных субъектов обоего пола такое своего рода злокачественное перерождение навыка критически мыслить когда обратная связь воспринимается не к сведению а в штыки и вместо того чтобы молча исправить ошибку человек даже бывает всерьез начинает ее свою эту несчастную ошибку защищать что само собой разумеется в подавляющем большинстве случаев крайне контрпродуктивно проявляется по-разному иногда даже в каких-то дурацких мелочах например подправишь какую-нибудь крохотную ошибочку типа артикля и да в таких случаях это иногда ну больше стилистиком чем грамматика дело вкуса и интуиции и нет бы здраво рассудить что в английском преподавателя больше и и первого и то есть и вкусы и интуиции а ведь начинают гореучащиеся спорить и объяснять свою внутреннюю какую-то логику своего не самого лучшего выбора того же злосчастного какого-то несчастного артикля дискуссии это часто просто не стоит говоришь окей ведь мне же как преподавателю нет необходимости сильно защищать свой выбор два раза исправишь и на третий раз уделишь больше внимания другому студенту который лучше воспринимает фидбэк но артикль мелочи бывает что и совершенно неуместная по стилю и формату с и начинают например защищать изо всех сил либо они где-то в интернете читали в ютубе слушали либо что чаще сами лично имеют свое собственное мнение как правильнее писать введение в эссе и как разбивать его примеру на абзацы после 3 с снова пожимаешь плечами улыбаешься и говоришь что экзаменатор нас рассудит подразумевается что за ваш собственный студенческий счет спорить со студентами если не в качестве спикинга на интересную неоднозначную тему дело крайне неблагодарное и столь же неблагородное поэтому это просто это просто обычно им не удается не имею до студентов с мной как-то заспорить такой фокус не проходит хотя есть правда редкие исключения например когда берешься поднатаскать экзамену или просто так подтянуть кого-нибудь из друзей в таком случае от споров иногда не отвертеться потому что подход уже немного другой это не групповое занятие времени на своих на друзей не жалко конфронтация тут не страшно личные отношения так налажены но жалко если приятель за собственно уже такую вот нибелистическую что ли стратегии в обучении пострадает и так в каком случае следует спорить с преподавателем можно задаться этим вопросом из принципиальных соображений ему ответ склоняется к тому что скорее всего с преподавателем спорить не нужно вовсе но опять же если спор естественным образом не является целой целью самого занятия например когда это разговорная практика на иностранном языке ну тогда спорьте на здоровье чем больше тем лучше или у вас уроки по критическому мышлению сам бог что называется тогда велел или вы изучаете философию теоретические основы методики преподавания концепции современного естествознания художественную литературу и так далее таких случаях дискуссии это собственно и есть форма занятия вы спорите обсуждаете дискутируете все окей во всех же и множестве других случаях спорить не окей даже если преподаватель ошибается поймать препода на глупой мелочи типа опечатки в большинстве случаев не имеет смысла и не особо вежливо хотя есть исключение например когда ошибку в орфографии могут перенести в тетраде и выучить как правильный вариант вашей ученики тогда смело исправляйте преподаватель если у него нет проблем с больным самолюбием или чем-то подобным вам будет только благодарен тем более все мы люди все мы ошибаемся по поводу грамматики спорить это ссори за каламбур делай еще более спорное но иногда уместно и зависит все от обстоятельств допустим препод сам себе противоречит или противоречит учебнику или вашему предыдущему или параллельному какому-то преподавателю тогда вопрос корректно поднять все же может быть стоит за ним за этим вопросом может последовать полезное во всех смыслах разъяснения правила языковой грамматики надо помнить порой штуки такие крайне парадоксальные с множеством исключений иногда и с разными трактовками и добавок ко всему различными региональными либо стилистическими вариантами даже если парадокса никакого нет то ваше критическое замечание поможет понять преподавателю что именно вы не понимаете и тогда вам объяснят заново или как-то по-другому бояться и молчать в тряпочку в таком случае немножко малодушие и явно не самый лучший вариант это не спор получится больше естественный диалог интерактивная форма работы преподавателя со студентами но если учитель совершает раз за разом очевидные на ваш взгляд недопустимые ошибки возможно есть повод молча сменить педагога некомпетентных псевдо специалистов нынче путь пруд пруди не только нынче вообще но спорить тут не нужно нужно уносить ноги беречь свое время нервы и деньги если же преподаватель навязан государством или частным учебным заведением например средней школой или вузом то опять же лучше 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 не спорить зачем указывать на явный непрофессионализм человеку от которого скорее всего зависит ваша академическая успеваемость то есть всякие там зачеты тесты и экзамены жаловаться тут можно только администрации то если только реально есть шанс что это что это может как-то повлиять на ситуацию для более резонансного что ли эффекта в таком случае лучше оформить коллективную письменную жалобу от как минимум половины вашей группы бюрократические организации требуют бюрократических форм общения с ними же но все же помните что как правило власть на стороне власти то есть не на вашей стороне хотя возможно сама постановка вопроса то есть о том стоит ли и когда спорить с преподавателем она не самый удачный возможных формулировок правильнее наверное задаться вопросом более конструктивным а именно как наиболее эффективно получить фидбэк то есть с английского на русский обратную связь наиболее типичный случай обратной связи в практике изучения иностранных языков это исправление ошибок и формы реакции может быть разной предложу несколько идей по этому поводу в режиме реального времени ошибку разумно принять к сведению и поправиться то есть если есть возможность повторить правильный вариант вслед за преподавателем при желании необходимости можно сделать себе пометку в тидораде или на цифровом каком-то носителе который под рукой иногда можно спорить спросить почему если вам непонятно в чем именно ошибка хотя с этим вопросом я был бы поосторожнее и поэкономнее потому что наиболее часто и наиболее верный на него ответ just because то есть просто так говорят а почему либо преподаватели сам не знает либо никто не знает либо объяснение вам лично никак не поможет потому что будет относиться к бесполезной и большинстве случаев неактуальной для студентов науки этимологии то есть откуда взялось то или иное слово ну или к другой крайне интересное но опять же совершенно ненужное с практической точки зрения науки под названием история английского языка вопрос почему уместен когда вы хотите чтобы вам напомнили правила или чтобы проверить есть ли на этот счет вообще какое-либо правило потому что опять же повторюсь чаще всего ваша ошибка это частный случай никакого правила нет или она слишком сложное чтобы быть полезным случае с письменными работами лучше разобраться самостоятельно в сложных местах уточнить у преподавателя что не так и как сделать чтобы было так если вам просто выдали и выделили как это часто бывает проблемная область в тексте без правильного варианта иногда стоит переписать работу с внесенными исправлениями но правильного варианта часто преподаватель не предлагает он поощряет вас самостоятельно выяснить в чем ошибка от этого считается и не без основания будет больше толку ну либо правильного варианта может просто не быть вовсе например ваше предложение целиком неправильно построены и по нему вообще непонятно что вы хотели сказать иногда лучше не тратить 10 минут аудиторного тем более группового времени на выяснение что вы там имели ввиду и как это сказать верно обратная связь может быть более крупного масштаба например есть ли положительная динамика вашем изучении на странного языка на протяжении того или иного отрезка времени иногда целесообразно напрямую запросить такую обратную связь от преподавателя ибо для очень многих среднего качества педагогов ничего не стоит обрывать вас на каждом полу условий исправлять все что только можно исправить а вот целостные картины они могут не видеть или точнее не не иметь привить привычки для студентов эту целостную картину формулировать поэтому на такую критику масштабного плана лучше напрашиваться самому возможно подходя к преподавателю в отдельном порядке если это групповые занятия но общий совет это конечно оставить детский сад а именно не конструктивное отношение к обратной связи а еще более конкретно оставить детский сад в виде переживаний по поводу ошибок и всячески самоедство и самобичевания оставить мысли на тему что к вам придираются да возможно к вам действительно придираются почему для по советской методической культуре до сих пор часто принято исправлять все ошибки учеников без разбора целесообразно это или нет но если преподаватель 20 лет так работает исправляет 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 то на свой счет и близко к сердцу это принимать точно не стоит скорее всего преподаватель такой просто считает что это работа у него такая ошибки исправлять тоже детсад это любые мысли и разговоры что вас несправедливо за раскритиковали вы типа так старались по ночи не спали писали эссе учили слова оценка низкая и вас нет то что не хвалили а скорее журили все это домыслы преподавателя таких как вы несколько десятков обижаться значит тут впадать в неадекват и очень сильно переоценивать собственную собственную значимость думать что к вам какое-то особое негативное отношение но это скорее всего легкая паранойя потому что у нормального преподавателя к вам наиболее вероятное отношение как как к работе то есть умеренное рутинное безразличие вряд ли ваш преподаватель о вас думает вне рабочего времени и тем более вряд ли думает что-то плохое это было бы даже забавно воспринимать даже неумелую обратную связь пытаться по крайней мере все же нужно уметь или хотя бы нужно хотя бы учиться уметь потому что да очень часто несправедливая критика и неуместное исправление это продукт больного воображения студентов опять же повторюсь большинству преподавателей до вас лично нет особо дела особенно преподаватели в крупных учреждениях с большим потоком учащихся учащихся у преподавателя к тому же есть своя жизнь свои планы мечты проблемы полагать что ваш учитель только и думает как бы вас побольнее за дети посильнее обидеть это бред такой же бред как думать что все ваши одноклассники или одногруппники обращают внимание на критику преподавателя ваш личный адрес что они про себя тихонечко глумятся или даже откровенно презирают вас наиболее вероятно сценарий опять же это то что вашим однокашникам нет до вас никакого дела и они сидят и думают что отвечать когда до них дойдет очередь выполнение предложи предложенного задания или они сами тихонечко переживают до сих пор что они получат назад сказали что-то не так или не то а преподаватель при всех их безжалостно исправила теперь как как стыдно и как с этим всем жить однако однако как говорится если у вас пора но это не значит что вас не преследует не преследуют существуют реально токсичные зловредные педагоги которых хлебами корми им дай только по самоутверждаться за счет студентов проявить власть и показать свою невероятную важность особенно им приятно нападать на студентов которые либо огрызаются их прикольнее всего осадить поставить на место и показать кто в доме хозяин также с радостью впиваются подобные незадачливые педагоги в самых беззащитных ну ведь так сладостно обижать тех кто так легко и мучительно обижается зачем растрачивать себя понапрасну на балбесов к такие балбесы из которых любое замечание как с гуся вода это не значит что такое вот педагог это абсолютное зло и некое щадия ада может он вполне заурядно и не самый плохой учитель вообще не ведает что творит ему со стороны никто не покажет и изнутри этого и незаметно ему кажется что он справедливо ставит оценки своим перфекционизмом это делает студентов умнее внимательнее и осведомленнее поэтому для студента главное научиться понимать что за фрукт его преподаватель и поступать соответственно во первых не видите деструктивной критики там где ее помине нет во вторых не воспринимать любую критику как деструктивную в третьих уметь учиться даже у неприятных и откровенно злонравных педагогов иногда ну знаете так почему то получается что первоклассные стервы и омерзительные хидные подонки брыжущие слюной и сарказмом одновременно являются лучшими специалистами в своей какой-то области да они явно обделены по части эмпатии и педагогической чуткости но они могут например на превосходном уровне знать преподаваемый предмет виртуозно владеть несколькими иностранными языками обладать уникальными знаниями и навыками таланты трудолюбия часто даются не очень симпатичным вообще не персонажем и это не значит что у них нельзя учиться так что хорошему ученику есть чему поучиться у любого учителя даже такого кто дает негативную обратную связь потому что ему это доставлять удовольствие давать такую связь или преподаватель дает негатив потому что не умеет иначе да такое тоже случает особенно у начинающих преподавателей и начинающих руководителей они не могут просто не могут деликатно подобрать нужных слов они не могут выбрать необидную интонацию они невольно раздражаются на неудачи студентов и не умеют это скрыть и раздражаются даже на самом деле не на ошибки студентов не на самих студентов а на самих себя потому что им кажется что ошибки студента это не естественный процесс не интегральная часть процесса обучения а это их какая-то личная вина недоработка вообще какой-нибудь педагогический косяк поэтому от вас как от студента требуется установка я готов принимать обратную связь какой форме она бы не поступала я постараюсь не защищаться а понять как в следующий раз смогу справиться задачи лучше я сделаю усилие и буду добрее и великодушнее своего преподавателя и постараюсь за сардонической иронией услышать рациональное зерно полезной для себя информации ваша новая мантра до хватит мне сил и терпения услышать применить обратную связь из чьих уст и в какой форме она бы не поступала это навык высокого порядка но при желании он в себе воспитывается развивается и даже доводится до автоматизма